Девушки отдыхают 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 Он говорит, да нет, нет, все будет хорошо. И так я его чуть-чуть настроила на свой лад. Он понял, что я все не женщина, что со мной надо быть витилентом, воспитанным, что по-другому не получится. Я задаю ему какие-то вопросы, и его начинают нести. Любите ли его мороженое? Ну, я, конечно, такой вопрос его не задавала. Он так говорит, любите ли? Да, я люблю мороженое. Но так и получается, что нам не хватает молока. В стране плохо там, где нам разовали деньги. И пошел. Как остановить бегущий поезд? Рассказываю. Есть несколько приемов, просто чтобы вы понимали, как остановить человека. Вот он, как тебя зовут? Красиво. Значит, он человек говорит, говорит, вам надо его остановить. Что мы делаем? Да, да. Мы начинаем вот так вот. Придем назад. Владимир Вольфович? Ноль. Владимир Вольфович? Ну, он уже понимает, что пора где-то остановиться. Но неохотно. А так как я всех люблю сажать на расстоянии вытянутой руки своих интервьюеров, но сейчас, к сожалению, у тебя не такое странно. Но я только не знаю этого секрета. И интервьюер должен сидеть на расстоянии вытянутой руки. Я беру его за руку, смотрю его в глаза и говорю, Владимир Вольфович, замечательное выступление. Спасибо, но у меня есть еще один вопрос. Что он делает? Он обалдевает и замолкает. И ждет тот вопрос, который я ему задаю. То есть есть момент такой, знаете, подстройка под героя. Вот хочется остановить бегущий бой? Посмотри внимательно в глаза. Занятия в медиашколе длились три дня. За это время ребята даже успели снять свой репортаж, как настоящие журналисты. Вот только чтобы когда-нибудь попасть на первый канал, учиться нужно будет еще очень много. Александр Васильев, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Никита, как ты думаешь, чем отличаются гимназии и лицеи от обычных школ? Там больше уроков, больше домашнего задания. Гимназисты постоянно пишут научные работы, участвуют в конкурсах, бедняжки. Но ведь есть и приятные моменты. Больше уроков, значит и знаний больше. А еще только в таких учебных заведениях есть особый праздник. Посвящение в гимназисты или лицеисты. Первоклассников в четвертой гимназии ради такого события даже устроили настоящий балл. Сначала ребята демонстрировали шикарные наряды, а потом учились танцевать. Так что гимназисты не только умеют хорошо учиться, но и отдыхать. Проводить балы сейчас стало очень модно. Наши учителя и родители хотят, чтобы мы выросли такими же воспитанными и образованными, как дети 19 века. Продолжаем наслаждаться музыкой, общением, танцами и переносимся из художественного музея в центр «Радуга» на другой бал. В выставочный центр «Радуга» приехала интересная выставка из Москвы. Здесь собраны иллюстрации русских художников к произведениям Льва Николаевича Толстого. И все они посвящены балам. Позвольте иметь удовольствие пригласить даму на танец. Именно такой фразой кавалер 19 века приглашал даму на танец. Причем сначала спрашивала разрешение ее мамы или старшей сестры. Существовал целый ряд правил воспитанного поведения на балах. Их придумала и записала императрица Екатерина II. Матушка Екатерица, поскольку сама любила шутки, переодевания, пряженых и танцы, приказала своим придворным любить тоже все. У каждой девушки была своя тетрадь, в которую записывались кавалеры, которые желали потанцевать с этой дамой. И дама наперед, на несколько месяцев вперед знала, с кем, в какой день и даже в какое время танцует эта барышня. А для кавалеров присутствовать на балу без перчаток было совершенно неприлично. Дама могла отказать кавалеру в танце, если он приглашает ее без перчаток. Открывали бал с самым торжественным танцем – полонезом. Мы, второклассники 59-й Чебоксарской школы, научились танцевать его за считанные минуты. Два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Кстати, ведущая бала называла нашу классную руководительницу графиней. Она с учеников ее дружным семейством. И это действительно так. Сами посмотрите, как мы справились с вальцем, который называется «Дружба». Дальше продолжаем. Три, на носочки, раз, два. Три, на носочки, раз, два, три. Повернулись ногу и разошлись. Сегодня все девочки очень красивые. Даже похожи на принцессу. Рядом с ними тоже хочется быть красивыми и пригласить их на танец. Очутиться в 19 веке, почувствовать себя настоящими кавалерами и дамами можете и вы. Балы в выставочном центре «Радога» будут проходить до конца ноября. Даша Куракова, Андрей Шоклев, Акел Бупсер. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита, смотри, что я под столом нашел. Старые газеты? Их, наверное, читали наши коллеги, ведущие взрослых новостей Республика. Смотри, здесь еще и старых сценариев целая куча. Если все это вместе собрать, получится внушительная стопка макулатуры. Ее можно сдать и получить денежку. Но дело даже не в деньгах. Ненужные газеты или журналы можно переработать в новую бумагу и спасти деревья. В общем, национальное телевидение Чуваши тоже подключается к акции «Бумажный бум». А открыла проект «Бумажный бум» 54-я Чебоксарская школа. Буквально за пару дней ее ученики собрали больше двух тонн ненужных газет и журналов. А это 34 спасенных дерева. Если вырубишь все деревья, лесов почти не останется. И без деревьев еще не так красиво. Я искала дома ненужные газеты, бумаги, книги. И связала их в веревку и принесла их в школу. Чтобы собирать макулатуру было интересно, в школах устраивают соревнования. Кто больше? Второклассница Маша умудрилась принести 48 килограммов ненужной бумаги. Это в два раза больше, чем весит сама девочка. Мне помогали собирать бабуля, дедушка и папа. Дома у нас не было макулатуры, так что все начали на работе искать. Проект «Бумажный бум» – это еще и специальные эко-уроки. На них ребятам рассказывают, что из переработанной макулатуры можно сделать утеплитель. А еще волокно используют при строительстве дорог. Акция «Бумажный бум» продлится до конца учебного года. Стать ее участником может любая организация. Нужно только отправить заявку по адресу, который вы видите на экране. Самые активные учреждения будут награждены призами в июне 2016 года. Пока в списке лидеров 2-я начальная школа, 54-я школа и Шамерлинская школа номер 1. Ксюша Михайлова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Ребята, если ваша школа до сих пор не собирает макулатуру, не стесняйтесь. Подходите к директору и рассказывайте ему о проекте «Бумажный бум». Давайте вместе беречь природу. А еще надо беречь свое здоровье. Вовремя ложиться спать, делать зарядку, правильно питаться, много гулять. Для того, чтобы ученики школ были здоровыми, учителя придумывают для них разные соревнования и конкурсы. Об одном из них нам расскажет Мария Федорова. Какие танцы предпочитают современные подростки? Ответить на этот вопрос нам поможет конкурс «Танцю ради жизни». Я нахожусь в 47-й Чебоксарской школе. Поехали! Этот конкурс проводят здесь ежегодно. Каждый класс должен сформировать команду, придумать ей название и разучить танец. Любой. Но обычно ребята договариваются между собой и выбирают танцы разных народов. Как называется ваша команда? Наша команда называется «Огни Ирландии». А почему именно так? Потому что мы танцуем эрландский танец и такие же яркие и зажигательные, как огоньки. Как вы готовились к конкурсу? Ну, мы готовились старательно, оставались после уроков, чтобы выучить танец. Почему вы выбрали именно этот танец? Мы выбрали чувашский танец, потому что чуваши – это наша родина, и мы патриоты чуваши. В конкурсе несколько испытаний. Кроме визитки и домашнего танца, участников ждет еще так называемая перетанцовка. Командам нужно перетанцевать соперников, показывая как можно больше движений. В рамках акции «Молодежь и здоровый образ жизни» наша школа проводит уже не первый год такие конкурсы. И этот конкурс ребята подхватывают, но им очень и очень нравится. «Танцуй ради жизни». А ведь что сейчас самое главное – это здоровый образ жизни молодых людей. Сегодня я поняла, что современные подростки могут не только зажигать на дискотеках. Они получают море удовольствия и от народных танцев. Например, цыганского или грузинского. Первое место в конкурсе заняли 7-й Г и 8-й Г классы. Но победителями можно назвать всех участников. Ведь ребята получили заряд хорошего настроения, укрепили здоровье, а еще вдохновили зрителей на занятия танцами. Мария Федорова, Андрей Шоколев, Акилбупсер. Как известно, родственники любят делать подсчеты и отчеты. Оказывается, они составили список самых популярных героев мультфильмов. Угадайте, кого больше любят дети всего мира? А вот и нет. Это не смешарики и не физики. Любимым в мире героем признан Шрек. В России десятку популярных героев попали Кот Леопольд, Винни-Пух, Чебурашка. А самым страшным злодеем взрослые посчитали Бармалея. Хотя, по-моему, ничего такого страшного в нем нет. Вот и интересно, можно ли увидеть всех этих героев на выставке «Веселые мультяшки», которая недавно приехала в Чебоксары. На этот вопрос нам ответит Лена Егорова. Мы к вам заехали за час. Кривый, пожалуйста. Ребята, вы не поверите, где я нахожусь. В наш город приехала шоу-выставка под названием «Веселые мультяшки». Здесь так много интересных кукол. Вот стоит Спанчбоб. А вот и всем известные СМИ шарики. Кот Том превратился в видеооператора. А волк и зайцы, ну погоди, собираются в морское путешествие. Удивительно, но все фигуры здесь двигаются. Их оживил создатель выставки Владислав Гуф. Скажите, пожалуйста, а как у вас возникла идея создать таких мультипликационных персонажей? Ну, мы решили сделать что-нибудь для самых маленьких. Сделать выставку мультяшек. А потом решили сделать, чтобы они двигались. И вот полтора года мы создавали эту выставку, чтобы они двигались. Чтобы было ярко, красочно. Чтобы детям очень понравилось. А почему вы выбрали именно этих героев? А мы сначала опрашивали всех деток, кого они хотят увидеть. Кто-то хотел СМИ шариков, кто-то хотел Губку Боба, кто-то Человека-паука. И вот когда мы опросили всех, мы создали тех героев, каких хотели дети видеть. Мне здесь все понравилось. Здесь собраны все мои любимые герои. Но удивительно, почему они сами двигаются, как будто бы живые. Оказывается, в каждой фигурке находится датчик движения и моторчик, который начинает работать, как только посетители подходят к героям. Я смотрю часто по телевизору СМИ шарики. А тут я увидел их вживую. Теперь мои самые лучшие друзья Крош и Каркарыч. Я думаю, что на этой выставке будет интересно каждому. И маленьким детишкам, и чуть постарше, и даже их родителям. Это точно, скучать тут не придется. На выставке можно бесплатно сфотографироваться с любым из персонажей. Либо заказать профессиональную съемку. В интерактивной зоне ребята с удовольствием строят дома из конструктора. Собирают пазлы, загадывают желания у волшебного шара. Выясняют, в чем секрет самой бесполезной штуки. Любой посетитель выставки может сделать копию любимого мультяшки на память в зоне рисования. Любимые герои, радостная музыка, разноцветные огни и море положительных эмоций. Вот что нужно всем нам в хмурые осенние дни. Выставка «Веселые мультяшки» работает без перерыва и выходных с 10 до 19 часов. Торопитесь, московские гости пробудут в Чебоксарах до 29 ноября. Лена Егорова, Александр Петров, Акилбупсер. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Мы готовы сотрудничать со всеми школами, студиями, кружками Чуваши. Приглашайте наших корреспондентов в гости по телефону 64 11 11. А еще нам можно написать ВКонтакте. Там же посмотрите любой выпуск нашей программы и поставите лайк. Мы желаем вам хорошего настроения. Учитесь на пятерке и много читайте. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok